Музыка 400 лет бревнам, а все равно как новенькие будут в деревянном храме, его сегодня поднимают из руин. И есть уже примеры. В Белозерске к юбилею отреставрировали с десяток храмов и старинных купеческих особняков. Такого масштаба реставрации древний город не видел никогда. И на дороге столько денег никогда не выделялось. Покрыть асфальтом 10 километров предстоит. На Белозерских улицах сегодня рабочих сотни. В кафешках вдвое подскочили цены на обед. Мы, конечно, успеем. Это нам сейчас очень сложно будет, потому что нам теперь нужно 25 часов в сутки работать. Местным артистам шьют костюмы. Через неделю весь город уже петь и плясать должен. Трое суток, без прерыва на обед. Гости приезжают к нам. На юбилей 20 тысяч гостей ждут Белозеры. Это вдвое больше, чем их самих. Для официальных делегаций проводить пешие экскурсии будут волонтеры. Их путь начинается от ладьи. Это главный неофициальный символ Белозерска. Хотя ладья ли это? Еще вопрос. Это практически поморские кочи для ловли морского зверя. На котика ходили или еще куда-то. Морское суденышко такое. 20 лет назад эта ладья коч по озеру по белому ходила. Одно из крупнейших озер Европы с коварными гиблыми штормами. Но для Белозеров озеро кормили цепоилиц. Бело озеро широко, а на отмелях песок. Судака по нас ловили, а порою я сняток. А запасы судака в Белом озере огромны. Они сравнимы с запасами знаменитого озера Белотон. Хотя изначально Белозерск не на озере стоял. Это город перекати поле. По одной из версий, тысячу лет назад Белозеры населяли берега Шексны. Ну еще историки долго будут спорить, где находился город Белозерска. Потому что до сих пор еще не ясно и не выяснено его первое местоположение. Спорят и о дате. Одни ученые компетентно заявляют Белозерску 1050 лет. Другие говорят на 100 лет больше. Но известно точно, знаменитые Белозерские валы стоят полтысячелетия. И такой сохранности среди подобных укреплений больше в мире нет. А стоит только зайти за кольцо вала, Средневековье и вовсе начинает оживать. Князю мы надеваем в данном случае парадную рубаху, нашитую из дорогого византийского бархата. Украшено золотным шитьем, дорогими камнями. Княжеское подворье – главная туристическая приманка в Белозерске. Театр, где туристы, все актеры. Историю они трогают руками и примеряют на себя. История только более ранняя. Живет и в дни празднования юбилея. На ладье, по озеру в город придут варяги. Это уже будет спектакль масштабный, с многотысячной массовкой. А праздновать будут одновременно на нескольких площадках. Главное – на городском валу. Плясать и петь на этой сцене будут три дня подряд. С пятницы по воскресенье. И впервые в маленький провинциальный Белозерск приедут большие столичные звезды. Агутин, Варум и Пресняков. О подробнее грандиозном юбилее одного из самых древних городов России «Седьмой канал» будет рассказывать всю предстоящую неделю. С понедельника по пятницу будут держать отчет, исходивший весь город вдоль поперек. Юлия Махова, Игорь Трифонов. Новости Вологды. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...